Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я очень рад возможности снова обратиться к аудитории зрителей нашего YouTube-канала и ответить на один из вопросов, который поступил мне в Facebook в личном послании. Причем, что интересно, этот вопрос содержался и во многих комментариях, которые были оставлены к моим обзорам и интерпретации новостей. Этот вопрос можно, обобщаясь, формулировать так. Что происходит в отношениях между Россией и Германией? Мы все сейчас читаем каждый день новости о том, что Бундестаг вот это заявил, канцлер вот это заявил, а российский МИД вот так ответил и так ответил. И прокомментировать этот вопрос очень важно, потому что отношения России и Германии имеют большое значение для религиозного ландшафта России. Что происходит? Как вы знаете из истории, в конце 70-х годов руководство Советского Союза и Федеративной Республики Германии создало такой закрытый канал коммуникации, канал закрытой связи. Это было начало эры так называемых особых отношений будущей России и Германии, ну а тогда Советского Союза и ФРГ. Руководила работой этого канала связи и консультаций с советской стороны КГБ, а с германской стороны германская разведка. Это был очень эффективный и действенный в условиях холодной войны инструмент, который позволял Советскому Союзу доносить свою позицию до лидеров западных стран, минуя официальные процедуры, дипломатические тонкости, ну и обходя многие барьеры. Давало возможность оперативно о чем-то договариваться, о важных вопросах международной безопасности и даже о таких вопросах, как высылка диссидентов. После того, как Советский Союз распался и о Германии объединилась, этот режим особых отношений продолжал действовать. И президент Ельцин, и президент Путин делали все для того, чтобы эти особые отношения России и Германии сохранялись и укреплялись. Со своей стороны все для этого делала Германия. И так продолжалось вплоть до начала этого года, но может быть чуть раньше, когда особые отношения России и Германии вдруг начали переживать кризис. Что же произошло? Ну, во-первых, западная политическая модель, западная политика в своей основе имеет ценности и опирается на ценности. А ценности задают политическому процессу определенный коридор, условно говоря, ограничивают его красными вешками, красными флажками, за которые политики не могут выходить. И в Германии эта модель политическая прекрасно работает на протяжении многих десятилетий. В России же за два последних десятилетия политика полностью разошлась с каким-либо набором ценностей, как то моралью, нравственностью, этикой. И таким образом вот этот потенциал западной политики и российской стал совершенно несовместим. Он стал работать в совершенно разных областях. Проще говоря, пропал предмет обсуждения, стало не о чем договариваться. Большую роль в ухудшении этих отношений, конечно, сыграло и отравление Алексея Навального. Там много причин, их можно долго перечислять. Я вот возьму самое яркое из последних событий – отравление Алексея Навального. Не далее, чем вчера, российский МИД в очередной раз уже в открытую заявил, что он обвиняет в отравлении власти Германии. Ни много, ни мало российский МИД сказал, что вся эта ситуация наталкивает нас на мысль о том, что все это было организовано и сделано германскими властями. А такие вещи в политике не прощают. Такие вещи в политике не забывают. И такие вещи имеют далеко идущие последствия. Вот такие последствия наступают и для России. Когда Германия из многолетнего союзника и лоббиста российских интересов в Европе превращается в страну, отрицательно настроенную к России. Это будет означать, что европейская политика в отношении России станет жестче, что многие американские решения, которые лоббируются американскими властями, будут приняты намного быстрее и в более жестком виде. Решения антироссийские. Какую эта связь имеется с религиозным ландшафтом в России? Очень большую. Именно в режиме вот этих особых отношений России и Германии государство в России сделало ставку на германскую лютеранскую церковь. Я напомню, что возрождение лютеранства начиналось в Советском Союзе, а затем и в России с возрождения российской лютеранской церкви, которая не имела никакой этнической ориентации. Возрождались немецкие общины, финские, создавалось очень много русских общин, основу которых составляли русские. Так продолжалось примерно до 92-93 года, когда Евангелиша Кирхи Дойчланд начала активную работу в России, назначила здесь своего епископа и, пользуясь поддержкой административной политической российских властей, начала устанавливать свою гегемонию на российском пространстве. Я помню разговор с одним из чиновников администрации президента, это было еще в начале 2000-х, когда я его спросил, почему вы считаете, что именно германская лютеранская церковь должна в России быть главенствующей? И он мне сказал, ну как, а вы что, не знаете, где служил президент? Президент служил в Германии, он любит все немецкое, поэтому, конечно, мы будем делать ставку на германскую церковь, будем ее развивать, давать все преференции Германии, для нас это очень выгодно и для страны это очень хорошо. И это продолжалось вот так же вплоть до последнего времени. Так вот, изменение политической ситуации и отношения России с Германией вполне может привести и к изменению отношения российской власти к германской лютеранской церкви. И это будет иметь далеко идущие последствия, когда существующие в России, в России всего существует шесть лютеранских церквей, но государство делает ставку на германскую церковь и остальные пять церквей, ну в лучшем случае, просто пребывают где-то на втором плане, либо вообще не берутся в расчет. Так вот, эти остальные самые церкви вполне могут организовать, создать свой лютеранский союз, который они давно хотят создать. И создать очень большую альтернативу германскому лютеранству в России. Это будет очень полезно для лютеранского пространства, потому что это даст толчок, движение, развитие российскому лютеранству, которое сегодня пребывает не в лучшей форме, именно вследствие его огосударствления и омертвления отношениями лютеранской церкви с государством, которые развиваются под эгидой Германии. Я не утверждаю, что так произойдет обязательно, и не утверждаю, что так произойдет в ближайшее время. Я еще раз хочу подчеркнуть, что так может произойти. Мы можем сделать такой прогноз, делаем его, и будем наблюдать за тем, сбудется он или нет. В любом случае, развитие событий уже в ближайшее время даст нам богатую пищу для размышлений, обобщений и анализа этой ситуации. Всего доброго, дорогие друзья!